Дольщик Таким образом, закон допускает, что сам дольщик до момента приемки квартиры может составить смету по устранению недостатков. Для этого ему необходимо выявить эти недостатки и обратиться к специалистам по ремонту, которые смогут установить, сколько стоит устранение этих недостатков. Таким образом, ограничение приемки квартиры 20 минутами, оно не соответствует законодательству. Четкого регулирования этого вопроса нет, но законодательство поставлено таким образом, что дольщик обязан в определенный срок приступить к приемке. У него нет обязанности закончить приемку квартиры в какой-либо сжатый срок. Во-первых, любая такая ситуация должна быть зафиксирована. Если застройщик чинит препятствия, дольщику в приемке квартиры ограничивает по времени, выключает свет или выгоняет самого дольщика из объекта недвижимости. Соответственно, дольщик имеет право либо составить акт о том, что такой факт состоялся, о том, что ему чинится препятствие в приемке, либо направить уведомление или требование застройщику письмом. Письмо в данном случае необходимо направлять с заказным письмом или лучше даже с ценным письмом с описью вложения. Это позволит зафиксировать то, что такой факт состоялся и предъявить застройщику требования. В дальнейшем, если такая ситуация будет продолжаться, эти документы послужат основанием для обращения в суд. Фактически гражданин приглашает еще одного-двух человек для того, чтобы составить акт. Чаще всего в конфликтных ситуациях застройщик отказывается от подписания такого акта. Соответственно, этот акт одним дольщиком составлен быть не может, ну, точнее, может быть, но он будет недостаточно убедителен. Соответственно, должны в акте участвовать незаинтересованные лица, это может быть кто угодно. Но суть акта состоит в том, что вот два или три человека собрались и зафиксировали факт того, что дольщику чинится препятствие в осмотре объекта недвижимости. Указывается дата, место, ну, и прочие характеристики, да, по нахождению в объекте. Там, если есть полный адрес, если есть реквизиты договора, можно вписать реквизиты договора, в конце стороны подписываются, и это уже является доказательством того, что дольщику чинится препятствие. В этой ситуации возможно застройщику, поскольку он препятствует приемке квартиры, предъявлять неустойку за непередачу квартиры вовремя. Ну, и, соответственно, этот акт будет документом, который реально приобщить к судебному делу, если уж дойдет до этого. Передача в одностороннем порядке квартиры действительно возможна, но это возможно делать всего при двух условиях. Когда дольщик либо отказывается от приемки квартиры, либо уклоняется от такой приемки квартиры. При этом, что отказ, что уклонение от приемки, они не должны быть связаны с наличием каких-либо дефектов в объекте недвижимости, поскольку статья 8 предусматривает возможность при остановке приемки квартиры до устранения недостатков. Поэтому, если застройщик своими действиями не дает дольщику осмотреть объект и установить, какие недостатки есть или, может быть, они отсутствуют, то фактически речь идет о недобросовестных действиях застройщика по приемке квартиры. То есть он чинит ему препятствия. И, соответственно, это не должно давать возможности застройщику в одностороннем порядке передавать объект недвижимости. Фото-видеофиксацию хорошо бы делать, но единственное, что в суде, как доказательство, такие документы и материалы достаточно сложно принимаются, но свою эмоциональную часть, скажем так, в судебном процессе они могут сыграть. То есть, если себя представитель компании ведет как-то неподобающе, но, естественно, судья, даже посмотрев такое видео и даже не приобщая такие материалы к делу, даст свою оценку как человек просто.